Добрый день, дорогие друзья! С вами предновогодний выпуск «Книжного бума» и я его ведущая Татьяна Соловьева. Вот и наступил декабрь, конец года. Все мы подводим итоги и, конечно, спешим за подарками, несмотря на мороз и снегопад. Сегодня я поделюсь своими идеями, что подарить самым близким, любимым и дорогим. Итак, начнем с малышей. Но я немножко схитрю. Обычно я рекомендую вам пять книг, в этот раз чуть больше. Издательство «Нигма» предлагает нам две удивительные истории для малышей. Одна называется «Медведь в метро», а вторая «Космос из коробки». О чем книги? Первый – про медведи. Мы отправимся в мир метрополитена. В вестибюле, поезд, много людей. И каким-то образом там оказался белый медведь и девочка. Куда они отправляются и зачем? Ну, это короткая история, но безумно волшебная. Мне кажется, это будет хороший подарок для детей. «Космос из коробки» – книга о волшебстве и фантазии. Представьте себе, папа принес коробку своим детям, а в ней ничего нет. Дети расстроились, но немножко фантазии, и вдруг все оживает. Почему я рекомендую вам эти книги? Не только из-за легкого текста, но и из-за фантастических иллюстраций, которые можно рассматривать вместе вечером, с мамой, папой, детьми, бабушкой, дедушкой под елкой. Для ребят постарше издательство «Реполклассик» подготовило 12 книг о художниках. Серия «Мировая история в лицах художники». Здесь вы найдете биографию Игогена, Ивана Явазовского, и Валентина Серова, и Пабло Пикассо. Помимо удивительных фактов о их жизни, начиная от рождения до самой смерти, здесь мы найдем все их работы. Тех коллег по цеху, с кем они сотрудничали, тех друзей, которые помогали, женщин, которые вдохновляли, писателей и многих других. Информация подана очень легко и доступно. И самое приятное, что вся книга проиллюстрирована гениальными работами великих художников. Буквально за несколько часов вы узнаете все о жизни мастеров. Помимо этого, здесь сказано, где вы можете посмотреть оригиналы картин. Мне кажется, что эти книги – это достойный подарок для каждого, кто любит живопись. Следующую книгу, которую я хочу вам порекомендовать, подготовила издательство «Адмарген». Она посвящена советской художнице, амазонке авангарда Варвара Степанова. Возможно, вы не знакомы с ее творчеством, хотя, по-моему, в прошлом году была ее выставка. Она была женой Александра Ротченко и, безусловно, вошла в историю советского искусства. «Человек не может жить без чуда» – это уникальное издание. Здесь собраны письма ее, дневниковые записи, наброски не только картин, а в большей степени костюмов, которые она готовила. Поражает то, что внук и внучка Варвара Федоровна бережно сохранили, а издательство смогло это передать нам. Мы как бы приоткрываем занавес и можем посмотреть, что было интересного в советское время, начиная с 20-х годов. Я искренне рекомендую вам эту книгу. Книга, которую я хочу вам порекомендовать, я приобрела на выставке «Нонфикшн» в начале декабря. Мне кажется, многие ушли с ней в своих сумках. Издательство «Симбад» подготовило для нас Стэнли Тучи. Вкус. Это кулинарные мемуары. Не нужно рассказывать, кто такой Стэнли Тучи. Я думаю, многие смотрели «Дьявол носит Прада», а я помню его еще по фильму «Бетховен». Он совсем молодой. А также фильм «Терминал», восхитительный актер, сценарист. И вдруг кулинарные мемуары. Книга поражает. Помимо рецептов, которые вы можете приготовить, кстати, на новогодний стол, здесь рассказывается много о жизни и творчестве. Стэнли Тучи итальянского происхождения, поэтому традиции итальянской кухни преобладают. А вместе с ними он делится воспоминаниями о том, как начинался его творческий путь, о пробах и ошибках, о друзьях, о том, как интересно складывалась его жизнь и складывается до сих пор. Все знают, что он большой любитель поесть и накормить. А как, вы прочитаете в книге. А закончить сегодняшний выпуск я хочу собранием сочинений Михаила Афанасьевича Булгакова. Почему Булгаков? Не только потому, что сегодняшняя съемка проходит в замечательном музее, куда пригласили нас наши друзья. Но и потому, что дарить книги – это прекрасно. А дарить классику еще лучше. В самом начале 2024 года нас ждет новая экранизация романа «Мастер и Маргарита». Чем не повод перечитать великое произведение? Вернуться к нему. Понять, что же такого мистического, фантастического, удивительного есть в этой книге. Я рекомендую вам именно это собрание сочинений, которое подготовила издательство «Риполклассик», где обложки сделал фантастический художник Иван Иванов. Мы много раз о нем говорили, но все же прошу обратить вас внимание. Помимо этого, предисловие к этому собранию сочинений как раз написал один из сотрудников музея Булгакова, в котором мы сегодня и находимся. Я не буду пересказывать вам содержание «Мастера и Маргарита». Лишь скажу, что в собрание сочинений входят следующие произведения «Собачье сердце», «Каббл и святошь», «Записки юного врача» и «Молодая гвардия». Книга – лучший подарок. Свой новогодний список я составила. А мы, издательство «Риполклассик», «Русский мир» и я, Татьяна Славьева, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам волшебных, фантастических, добрых, чудесных и незабываемых историй.